Всем привет, с вами Брэдлов из сообщества кланов Рагу. Перед нами бой на степях между кланами Киллер и кланом Эйбл, один из кланов сообщества. И сетап Тиллеров. Это 350b, 4 советские стэшки, 2 арты, 1 точно 1 сплэшевая и куча бачатов. Девиз сетапа это быстрое перемещение, желательно с барабанами, не видно ни одного танка, который мог бы хоть какое-то время выдержать урон, поэтому бой будет очень и очень динамичный. Смотрим на старт и разъезд, 3 стэшки заняли, кустики и низинки на правом холме, стэшка ушла на подцвет зеленки, остальные силы постепенно смещаются для принятия раша, возможно по первой и второй вертикали. Раша нету и стэшечка уходит на f1, крутится она очень аккуратно, спешить некуда, выжидает обе команды. И тут Эйбл начинает занимать зеленку. Светятся уже 4 машины, на камнях у Эйблов никого нет, точный выстрел артиллерии ставит счет 1-0 в данном уже бою. Преимущества есть, давление по зелени и киллеры перетягивают все свои машины в камни, оставляя 50b. Первый же вопрос, который возникает, это киллерам зачем нужны 50b. Хотите оставить кого-то для игры башнями, возьмите Е5. Хотите для выдержания урона, возьмите мышку или сотку. Но в 50b пробивается башня, корпус большой, да и как бы барабан, немного непонятно. Ну а тем временем, СТшки переехали в камни, забрали СТшку и вернулись назад. Быстренько так организовали себе преимущество не в один танк, а в два и вернулись. А на другом фланге, что я требовалось ожидать. 50b с его картонной башней наполучал и вместе с другим батчатом сделали счет 2-2. 3-2 и смотрим, что у киллеров 2 арты в углу, с ними ничего не случится, если, конечно, какая-нибудь наглая СТшка вот так вот не пройдет, потому что киллеров за ожидание одной танка нет. Одна СТшка оставлена в камнях, а все остальные мобильные СТшки просто ездят по карте. Сделали минус 1 артиллерии, минус 2 в камнях, минус 3 на центре и теперь решают проехать еще куда-нибудь. Постоянно идет наблюдение за перемещениями Эйблов, чтобы если будет хоть какое-то разделение сил на группы, сразу же проехать и забрать попытаться одну из групп. Светится опять одинокая СТшка, целая куча киллеров собирается, ждет команды и начинает выезжать ее забирать. Вот командир Паша-85 как раз таки показывает абсолютно все СТшки, кроме одной в камнях, едет вперед забирать СТшку. СТшки сразу же по центру приезжают, никто из них ни одной плюхи не получил, ну только минус 15 таранов. СТшки поджались под вражескую базу, аккуратненько на нее заходят и пытаются минуснуть, но встречаются с вражеским рашем или просто стенкой принятия. Эта Эйблов все-таки не идут вперед, они от ЖД играют башнями, решая не соревноваться с ними, поняв, что часть сил Эйблов с одной стороны, часть сил с другой стороны, Паша сразу же показывает, что обоим группам это 50Б и СТшка надо объединиться и продавливать, как я и говорил, одну из групп. Оставшись на подсвете на другом фланге, это только Паша, только командир он самый остался. Все остальные СТшки, почему-то пока без 50Б, едут на зеленку и делают минус еще из 140-го. Счет 5-2. При учете, что киллеры фактически ничего не делают, они просто ездят по карте, находят одинокую жертву, скопом на нее накидываются, убивают, вуаля. При этом Эйблы ничего не могут сделать, они теряют светляков в свои глазки, но тут начинается раш на раш. С преимуществом 5-2 Эйбла на тяжиках выходит против барабанщиков. Зачем так делать Эйблы, я понять не могу. Но тем не менее, счет становится 8-6, как-то перестала попадать артиллерия, 50Б только теперь подходит, много достаточно шотных машин у киллеров, но Эйблы почему-то их не забирают. 11-7, 11-8, 12-9, ну все, такое преимущество, вряд ли Эйблы смогут как-то уменьшить у киллеров. 13-9, остается 2 шотных танка, ну нет, один не шотный у Эйблов, но в 4 барабана и 2 артиллерии Батчатик и 50Б будет забран. Паша с этого фланга практически не уезжал, отстрелял барабан, помог своим, теперь подсвечивает отход врагов. Батчат уйти уже не сможет, 50Б отправляется в ангар и за ним отправится Леон. 15-9, победа киллеров. Субтитры создавал DimaTorzok